Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео будет о том, какой курс мы предлагаем вам. Все дело в том, что в нашей школе есть курс, который называется просто «Пишем иск». Но он включает в себя три уровня. Самый первый уровень мы его называем начальный, средний уровень, базовый. И третий, самый сильный, самый сложный уровень мы его называем продвинутый, или если говорить в английском языке, по-русски переводя с английского, advanced, продвинутый уровень. Начальный уровень в рамках школы уже прошел даже несколько раз. В прошлом году мы провели базовый уровень. И вот сейчас для тех, кто считает себя умелым специалистом в составлении юридических документов, а также те, кто прошли и начальный, и базовый уровень, им предлагается уровень продвинуть. Предлагаем мы его впервые. Дело будет новое. И дело будет сложное. Раз оно так, то и ведущий будет у нас на этом курсе специально. Представляю вам его. Тренер нашей школы, практикующий адвокат Дмитрий Редькин. Человек, имеющий опыт работы в судах, опыт составления юридических документов, и более того, имеющий опыт работы в самом суде. То есть человек, как раньше мы уже вам рассказывали, знающий то, как там внутри. Что для тренинга очень-очень важно. Дмитрий, передаю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, задумка в первую очередь твоя. О чем будет курс? Каковы там будут фишки? И в чем он может быть или будет полезен тем, кто на него придет? Тем, кто на него запишется и примет в нем участие? Да, Илья, спасибо. Здравствуйте, уважаемые потенциальные участники. На самом деле, несмотря на то, что курс у нас называется «Пишем иск», то, о чем я хочу рассказать и то, с чем я хочу поработать, это скорее приквел. Большой такой приквел, ибо написание иска – это уже итоговый, некий итог, итоговый результат. Мы и тоже. На самом деле, вся работа, которая предваряет написание иска, оформление мыслей на бумаге, вот это как раз работа и составляет суть деятельности юриста любого при оформлении иска. Просто подумайте, как в нашей голове рождается иск? Почему мы приходим к выводу, что их должен быть именно таким, ну, к примеру, виндикационным, а не негаторным? Иск о признании права собственности, а не какой-то иск из договора. Как это происходит? И когда мы зададим себе этот вопрос, то наиболее честным ответом на него будет – это происходит интуитивно. Очень мало кто из нас продумывает иск. Очень мало кто из нас соотносит иск с позицией по делу. Очень мало кто из нас иск рисует, схематизирует, прежде чем его облечь в бумагу. Соответственно, и иск получается иногда с непросчитанными рисками, с непросчитанными возражениями ответчика. Короче говоря, иск с непросчитанным итогом. А ведь от написания иска, от того, как мы его продумываем, будет и понимание нашего будущего судебного процесса. Мы будем точно понимать, если иск у нас хорошо продуман, мы будем точно понимать, каким образом этот иск будет проходить в суде. Где есть узкие места, где следует сосредоточить внимание, где наоборот можно немного расслабиться. Так о чем же все-таки курс? Вот весь курс, он о том, как иск продумывается, как иск схематизируется, как учитываются риски при составлении того или иного иска при выборе той или иной формы защиты или способа защиты в рамках уже выбранной формы. А вот уже непосредственно написание иска, это, конечно, этап важный, потому что он итоговый. Но там мы больше сосредоточимся на некоторых технических фишечках. Как лучше выкладывать текст искового заявления, как лучше компоновать между собой его элементы, как лучше презентовать этот иск, я имею в виду на бумаге, как лучше этот иск презентовать в суде. Это вещи, конечно, важные, но они более технические. Я еще раз повторю, основное внимание это то, как иск рождается в смысле схемы, в смысле его соотношения с правоотношением, в смысле учета рисков. Вот этим всем мы будем заниматься. Та фабула, которая будет предложена вашему вниманию, она сама по себе достаточно сложна, она интересна по правовому содержанию, она инвариантна, она не допускает единственного правильного решения. Попробуйте, если у вас получится все с первого раза, я первый безумно за вас порадуюсь, буду аплодировать прямо-таки стоя. Ну, то есть, во всяком случае, дело ты подобрал таким образом, чтобы оно даже опытному юристу создавало трудности. Я здесь делюсь небольшим нашим методическим замыслом. Мы всегда подбираем материалы задачи таким образом, чтобы она трудно решалась, потому что именно преодоление трудностей влечет или обеспечивает профессиональный рост. Ты это, да, имел в виду? Да, конечно. То есть, дело, оно даже для матерого цивилиста представляет сложность, потому что там столько всего накручено, что, ну, очень тяжело. Что за дело, мы пока не скажем. Пусть это будет сюрпризом для тех, кто на курс запишется. Я правильно понимаю? Ну, да. Могу лишь только такой маленький спойлер. Это самая интересная часть цивилистики. Это договорное право. Это возможно оспаривание договора. Ну, скажем так. Возможности оспаривания договора. Может быть, да. А может быть и нет. А может быть и нет. Тут фантазия, как говорится, может бить ключом. В общем, что-то такое, что-то про договоры и, может быть, оспаривание. Чуть-чуть про то, что ты раньше сказал. Спрошу. То есть, я правильно понимаю, что ты видишь вот этот тренинг верхнего нашего уровня, продвинутый уровень, состоящий как бы из двух частей. Первая часть – это будет, опять же, про юридическое мышление или про то, как так подумать, как так построить свое размышление, чтобы действительно появилась позиция по делу и понимание того, как она может быть реализована, куда встроена и так далее. И потом во второй части, после того, как будет проработана и обсуждена на промежуточной встрече позиция по делу и все эти наработки, которые будут сделаны, после этого участники приступят к написанию собственно юридического документа. То есть, по факту, если смотреть физически, то есть переносу вот этих вот смыслов на бумагу. Именно так. Причем здесь как раз перенос смыслов представляет определенную сложность. То, что я в позиции прекрасно вижу, риски, эти риски мне нужно как-то описать в исковом заявлении. А вот как это сделать? Я вижу какие-то узкие места в позиции, и мне тоже нужно это закладывать в исковом заявлении. Да, то есть сначала, естественно, мы определяем концепцию иска, о чем он будет, от кого к кому, а уже на втором этапе эту концепцию мы облекаем в форму текста. Хорошо. Ну и дальше я тогда продолжу. Если кто внимательно следит за записью и еще ее не выключил, потому что так много, как я успел заметить, смотрят не все. Ну, откровенно говоря, нам на курсе-то и не нужны все. Нам нужны те, кто готов вкладываться в собственное развитие и расти профессионально. Мы на них и ориентируемся в первую очередь. Я хочу обратить внимание, что такой формат работы на курсе предполагает активность участника. То есть из этого следует, что на курсе не будет говорящих голов исключительно, лекторских вот этих вот говорений, где ведущий рассказывает о том, как он, что делает. Не будет по простой причине, потому что, как я уже говорил, наблюдения приводят только к впечатлениям, но никак не к научениям и к пониманиям. Вот, поэтому курс как раз предполагает, опять же, что-то типа профессионально-юридического тренажера, где есть возможность безопасно поработать специально с подготовленным кейсом, делом гражданским в нашем случае, поработать как юрист, потом встретиться все вместе и пообсуждать наработки с опытным тренером-экспертом, потом появляется возможность внести какие-то исправления в собственные знания, в собственные убеждения и позиции, потом самостоятельно написать исковое заявление, опять же, встретиться и обсудить, что в нем, в этом исковом заявлении можно сделать еще лучше, каким бы хорошим оно у вас не получилось. То есть этот курс есть, говоря языком педагогическим, такое воплощение деятельностного подхода, где в основе лежит как раз то, что участники сами действуют, а потом это все обсуждается и обсуждается ровно для того, чтобы потом подействовать еще лучше. Это с точки зрения методики сейчас была такая вставка, где я попытался показать, как курс будет устроен методически. Ну и чтобы дальше продолжить, чтобы было понятнее. Вот так вот он и будет структурирован, основываясь на том, что я сейчас сказал. То есть будет тем, кто решит принять участие в курсе, присланы материалы дела игровые, причем это не будет задачки из-за дачника, а это будет имитация прямо дела с материалами, с бумагами, с тем, что называют доказательства в профессиональном языке. Потом будет первый такт, где нужно будет разработать позицию и оформить его в первый драфт искового заявления. После этого ваш документ отправляется нам, мы с ним работаем и смотрим, где, как и почему его можно улучшить и что вам в связи с этим сказать и написать. После этого у нас будет промежуточная встреча, недели, наверное, через две после начала курса, где мы все вместе обсудим как раз те замечания, те рекомендации, которые, в общем, желательно бы учесть для того, чтобы продолжить работу, потому что продолжение работы будет включать в себя доработку документов, то есть будет возможность продолжить работу и постараться сделать еще лучше, потому что вот в этом вот сделать еще лучше как раз тренировочный момент основной и закладывается нами. И потом то, что у вас получилось, вы опять отправляете нам, мы это анализируем, опять пытаемся понять, где и в чем вам дальше можем помочь, отправляем вам замечания и рекомендации ко вторым драфтам, и мы встречаемся еще раз на итоговой встрече, где уже подводим итоги всему курсу и по возможности отвечаем на те вопросы, которые у вас остались и которые есть. Это что касается структуры курса, и как показывает наш опыт, на все про все уйдет один месяц, ну и там и пять дней, то есть курс рассчитан на месяц. Между ключевыми этапами будет порядка недели, то есть на подготовку документов будет достаточно времени, то есть не завтра-послезавтра надо будет все сделать. Те участники, которые курс выберут, и станут его участниками, для них мы потом отдельно подготовим расписание, где вот в такого рода тексте будут расставлены даты, чтобы было понятно, что к какому числу, какой дате нужно будет представить. Мы рассказали, как нам кажется, все, что важно знать, наверное, для того, чтобы принять решение вам, обоснованное решение, потому что это нам тоже важно, мы бы все же хотели работать в первую очередь с теми, кому курс нужен, а не со всеми подряд. Но если все же мы что-то упустили, и у вас остались вопросы, в комментариях к этому видео или лично мне, можно задавать вопросы, и мы обязательно ответим на все эти вопросы, которые у вас остались. Стоимость курса составляет 1500 рублей. Принять решение нужно до 15 марта. 15 марта мы смотрим, кто подал заявки и кто оплатил участие. Те, кто подал заявки и оплатил участие, включаются в список участников курса, получают материалы, и мы начинаем работать. Заявку можно подать по ссылке, которую я вставляю тоже в описании к этому видео. Ну, или во всех тех наших группах, которые вы тоже можете видеть в описании, тоже будет объявление об открытии этого курса. Можно почитать о курсе и подать заявку еще и там. На этом тогда все, уважаемые друзья и коллеги. Ждем вас. Думайте, решайте. Будем очень рады, если вы придете к нам, и будем очень рады помочь вам стать еще лучше в области юридического мышления и подготовки юридического документа. Будем рады вас видеть. До встречи.